Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля, а сегодня у нас с вами рубрика пустые баночки. За несколько месяцев у меня накопилось уже два вот таких пакета, которые мы с вами будем разгребать. Здесь будет и декоративная косметика, и средства для лица, и средства для тела, и средства для волос, в общем, все-все здесь будет. Внизу в инфобоксе я, конечно же, оставлю тайм-коды, чтобы вы сразу же могли перейти к той части видео, которая вас больше всего интересует. Ну что ж, давайте начинать. И начинать я буду с декоративной косметики, потому что ее, как всегда, меньше всего. Закончилась у меня вот такая вот тушь Lash Sensational от Maybelline. Лично я эту тушь люблю, она с маслами, мне она ресницы не склеивала, она их хорошо разделяла, делала прямо-таки такой веер на глазах, и, в общем-то, ресницы выглядели действительно красиво. Но эта тушь, на мой взгляд, она быстрее засыхает, нежели чем другие туши, потому что она у меня была куплена одной из последних тушей Maybelline и L'Oreal, но засохла она самой первой. И также закончился у меня очередной консилер от Maybelline Instant Age Eraser. Уже все уши вам про него прожужжало, отличный консилер, великолепно выглядит под глазами, отлично все кроет. В общем, очень его люблю и обязательно куплю еще. Дальше покажу вам средства для волос, их тоже было не очень много. Во-первых, это вот такой вот филер для волос, у меня это миниатюрка. Содержимое вот этого флакончика вы смешиваете вместе с водой в пропорции один к одному и наносите на волосы. Потом какое-то время с этим составом ходите и его смываете. Лично мне на мою длину понадобился именно весь такой вот флакончик, но если у вас волосы короче, чем мои раза в два или в три, то вы можете даже использовать не весь, а, например, только половинку. Мне эффект от этого филера понравился. Волосы были более блестящие, были более гладкие, и они были такие мягкие, такие шелковые, как после салонной процедуры. Продлилось это, конечно же, недолго, вплоть до следующего мытья волос, но, быть может, если ввести такое средство на постоянной основе в свой уход, то оно будет давать более продолжительный эффект. В общем, нужно тестировать. У меня также есть еще один филер в голубой упаковочке. Вставлю сюда картинку, я его пока еще не использовала. Чуть попозже вам расскажу, какие будут от него результаты. Покупала я, кстати, вот эти баночки на Озоне. Закончилась также вот такая экспресс-маска для волос от баньки Агафья. Вообще ничего не делает эта маска, сколько наносила ее, сколько не наносила на волосы, практически никакого эффекта она не давала. Обычно мне маски хотя бы смягчают волосы, делают их более послушными, более приятными на ощупь, но эта маска давала настолько маловыраженный эффект, что даже и этого особо-то не было. В общем, с большой радостью я ее допользовала до конца, потому что видеть ее сил моих уже нет. Просто ужасная маска. И последнее, что закончилось у меня для волос, это вот такой вот сухой шампунь от Got2B. Экс-экстра свежесть. В общем, нормальный сухой шампунь, но, честно говоря, Батист очищает лучше. И тот сухой шампунь, который я показывала недавно в своих покупках из Улыбки Радуги от Валори или Вэлори, в общем, вставлю сюда картиночку тоже, чтобы вы понимали, о чем идет речь, тот сухой шампунь тоже работает лучше. Этот сухой шампунь стоит недорого, но все же, на мой взгляд, лучше купить что-то более работающее. Теперь давайте поговорим о средствах для лица. Тут у меня очень-очень много всего. Во-первых, покажу вам мицеллярную воду, которая у меня закончилась. И закончилось у меня аж целых 4 упаковки. Во-первых, это две вот такие мицеллярные воды от Garnier. Постоянно их покупаю. Как видите, две штуки закончились. Отличная мицеллярная вода. Вот просто к ней не придраться. Самая любимая. Также закончилась мицеллярная вода от Nivea. Вот такая вот черная. По факту она прозрачная, она не черная, не бойтесь. Ну, работает как обычно мицеллярная вода. В общем-то, ничего особенного в ней нет, кроме черной упаковки. И также закончилась мицеллярная вода. Вот такая от бренда Belinda. Не складывается у меня отношение с брендом Belinda. Вот от слова совсем. Мне мицеллярная вода не понравилась. На глазах у меня после нее было покраснение. Удаляла макияж она хуже, чем другая мицеллярная вода. Например, чем та же самая от Garnier. В общем, не советую эту мицеллярную воду. Особенно, если у вас чувствительная кожа. Выкидываю вот такую вот умывалку от Dr. Woods, наверное. Ее я покупала на iHerb. Это умывалка для всех типов кожи. И она содержит в себе зеленый чай. По идее, данную умывалку я покупала для того, чтобы бороться со своими проблемами на коже. Но, к сожалению, мне эта умывалка не подошла. Не подошла, потому что, во-первых, она сушила кожу. А, во-вторых, она просто жутко воняет. Я хорошо отношусь к зеленому чаю в составе средств. Но здесь была вонища просто жуткая. А если пена от этой умывалки попадает куда-то в район носа, вот в ноздри. То потом у вас такое мерзкое ощущение в носу. Вот просто... Просто ужасное. В общем, не советую эту умывалку. Я ее до конца не допользовала. И уже выкидываю, потому что сил моих пользоваться ей просто-напросто нет. Закончился тоник вот такой вот от Mixit. Это Use It Tonic для жирной и комбинированной кожи с экстрактом байкальского шмельника и облепихи. Хороший тоник. Я уже несколько раз его показывала у себя на канале. У него хороший состав. Он, на удивление, неплохо работает. Смягчает кожу, выравнивает pH-баланс, увлажняет очень незаметно и хорошо действует. В общем, этот тоник мне действительно нравится. И закончился еще вот такой вот гидролат календулы от бренда Sibirina. Данный гидролат я, честно говоря, не очень поняла. Его нужно на лицо именно вот так вот брызгать. Но очень сильно это средство воняло. Пахло оно неприятнейшим образом. И пользоваться им было неприятно. Учитывая то, что вы его еще брызгаете, оно может попасть вам на глаза, оно может попасть вам на губы. И, в общем, это было не очень приятно. Наконец-то, наконец-то закончилась у меня вот такая сыворотка от Innisfree с зеленым чаем. Покупала я ее на iHerb. Оставлю ссылочку. Очень хорошая сыворотка. Действительно великолепно увлажняет кожу. И также для лица покажу еще несколько средств. Во-первых, это вот такая миниатюра крема Rexaline. Уже показывала этот крем в видео про мой уход. Это очень хороший крем. Я обычно не пользуюсь вот такими миниатюрками, но мимо этого я пройти не могла. Этот крем, он великолепно пахнет. И он просто отлично действует на кожу. Кожа была после него такая мягкая, такая напитанная. Она настолько хорошо себя чувствовала. В общем, просто великолепный крем. Он, конечно, подойдет чуть больше девушкам уже старше 25. Но как бы на мой возраст тоже подходит. Не буду советовать его подросткам. Девушкам-подросткам такой крем точно не нужен. Но вот девушкам постарше самое то. От души рекомендую. Очень-очень хорошее средство. И последнее, что покажу для лица, это вот такая вот сыворотка от бренда Sisley. О масках мы поговорим в самом конце видео. Обычно я не показываю вот такие пробнички, маленькие, страшненькие. Но этот я показать обязана. Данный пробник попался мне в коробке Sephora Box. И полноразмерная версия этой сыворотки стоит 11 тысяч рублей. Я честно надеялась, что эта сыворотка будет плохой. Но она, собака, хорошо работает. Она настолько хорошо работает, что я не могу даже передать то, насколько кожа была красивой и напитанной после этой сыворотки. Кожа действительно преображается буквально после одного применения. Не знаю, что они понапихали туда в эту сыворотку за 11 тысяч рублей. Но это действительно работает. Полноразмерную версию я покупать не буду. Просто-напросто потому, что для меня слишком дорого. Но, быть может, если когда-нибудь данная сыворотка выйдет на акцию какую-нибудь, я ее приобрету. Уж больно, собака хороша. Предпоследняя категория средств у нас это средства для тела. Во-первых, закончился вот такой вот питательный гаммаж от бренда Фраоновые ванны. Очень приятный гаммаж. Это, знаете, такая питательная текстура, в которой находятся маленькие-маленькие скрабирующие частички. Не мало того, что вы этим средством кожу отшелушиваете, так еще и вот этот вот питательный такой крем, в котором находятся эти скрабирующие частички, он вашу кожу напитывает. И все это буквально за одно применение в душе. В общем, классное средство. С большим удовольствием я им пользовалась. И если найду его где-нибудь, то обязательно приобрету. Дальше закончился вот такой вот скраб с грушей. Отличный скраб, очень понравился. Великолепно пахнет грушей, так что хочется съесть. И очень неплохо скрабирует действительно тело. Но у этого бренда много разных скрабов с разными вкусами. Именно с грушей мне понравился. Я также пробовала с малиной, и он был ужасен. Он был настолько ужасен, что им даже пользоваться не хотелось. Поэтому с ними вот будьте осторожны. Тут раз на раз не приходится. Закончился также вот такой вот крем для рук. Вот бренда L'Occitane с миндалем. Довольно-таки посредственный крем. Ничего особенного в нем нет. Да, увлажняет руки. Но довольно-таки быстро после этого крема они снова становятся сухими. Снова становятся не очень приятными. В общем, данный крем покупать вообще не стоит. Скорее всего, это будут просто зря потраченные деньги. Закончился еще вот такой вот скраб от Organic Kitchen. 100% богиня. Уж не буду им тыкать. Он выглядит как-то не очень приятно уже. В общем, скраб был приятный. Стоил он всего где-то рублей 50. Очень нежные скрабирующие частички были у этого скраба. Им можно действительно пользоваться не только на ноги. Можно пользоваться и на чувствительные зоны. То есть на декольте, например, на живот. И ничего с вашей кожей не произойдет. Она не будет травмирована. Настолько маленькие, настолько не режущие, не острые там, в общем-то, скрабирующие частички. И последнее средство для тела это вот такой вот крем от бренда Sephora с манго. Очень приятный крем. Он невероятно вкусно пахнет. Он очень питательный, но я его выкидываю практически целым. Вот посмотрите, его там еще очень много. Очень приятно пахнет. Просто невероятно. Выкидываю потому, что у него уже прошел срок годности. Причем прошел он очень давно. Я его покупала, наверное, года три назад. И всего, наверное, раз в 10 им воспользовалась. Срок годности после вскрытия упаковки там, кстати, 12 месяцев. Все с этим кремом хорошо. Не нужно думать о нем плохо. Просто я не очень люблю наносить какие-то крема для тела. Я об этом всегда забываю. Мне всегда это лень делать. Хотя кожа на теле у меня на самом деле суховата. И мне бы на самом деле надо наносить такие средства. Но я почему-то ленюсь это делать. И вот целый крем уже успел пропасть. И последнее, что я вам покажу, это одноразовые маски, которые я, в общем-то, использовала. Во-первых, вот такая вот маска релакс, тепловая, на глаза. Да, сто раз уже о них рассказывала. Просто их обожаю. Во-вторых, закончилась вот такая глиняная маска от бренда Sherry. Три в одном. Очень люблю глиняные маски именно этого бренда. Почему? Потому что это глиняные маски на тканевой основе. Они не застывают у вас на лице. Не превращаются вот в эту самую обычную глину, которая застывает. И которую вы потом полчаса оттираете. Ее собака очень трудно оттереть обычно. Но с этими масками такой проблемы нет. Вы просто снимаете тканевую основу. И вся глина с лица у вас уходит. Максимум, что вам нужно сделать, это где-то по периферии лица. Вот так вот подтереть самую глину. И все. Работают эти маски довольно-таки хорошо. Но, честно говоря, версия с черной глиной мне понравилась больше. Дальше я использовала вот такую вот маску от бренда Estee Lair. Это ампульная маска. Очень люблю маски от бренда Estee Lair. У них очень интересные есть варианты, которых нет просто нигде. Я их уже показывала в видео про то, что стоит купить в улыбке радуги. Обязательно посмотрите. В общем, неплохая ампульная маска. Она кожу напитала. Она кожу выровняла по общему цвету. И кожа после нее была такая, знаете, как будто бы она повалялась в чане с чем-то напитывающим. Вот это единственный способ, как я могу передать вообще эффект. Также закончилась у меня вот такая вот пузырьковая маска от бренда Etude Organics с вишней. Прикольная маска. Она при нанесении на кожу начинает пузыриться. И у вас образуется, наверное, вот такая вот пена. В целом это прикольно, но эффекта как такового я не заметила. Мне не понравилось пользоваться таким средством, потому что пены было много. Она начинала в конце концов куда-то попадать. Например, чуть-чуть в глаза или в нос. Приходилось ее постоянно вытирать. И хотелось ее побыстрее уже вообще с лица убрать. Так что не советую вам покупать подобного рода маски. Также я использовала вот такие вот патчи от бренда Garnier. Здесь в данной упаковке была всего одна пара патчей. И, честно говоря, они вообще ничего у меня на глазах не сделали. В общем, никакого эффекта на мне от них не было. Так что не могу их советовать. И также еще использовала вот такие вот патчи от Evelyn. Здесь тоже находилась всего одна пара патчей. И они мне тоже не дали никакого эффекта. И напоследок остались две масочки от Evelyn. Первая это вот такая ночная регенерирующая маска. Увлажнение и регенерация. Хорошая маска. Она мне понравилась. Она выглядит стрёмно. Она пахнет стрёмно. Но на утро она давала мне хороший эффект. Она выравнивала кожу. А так как у меня кожа проблемная. И везде есть какие-то покраснения. То выровненный цвет кожи на утро это большой плюс. И она кожу увлажняла. В общем, не самая плохая маска. Ее здесь много. Всего одной вот такой вот упаковочки. Хватит вам применения на 3, 4, 5. Но ее нужно применять быстро. То есть не стоит ее растягивать на месяц. Потому что она все-таки уже открыта. И потом она будет заветриваться. И последняя маска, которую я на самом деле даже до конца не использовала. Это вот такая вот анти-эйдж-детокс маска. Тоже от бренда Evelyn. Вот такая вот золотая. На мне эта маска не дала никакого эффекта. И в общем не могу ее советовать. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.